Добрый вечер. Впервые я попал на курилку Гутенберга в ноябре 2016 года. И первой темой, которую я услышал, была лекция по культурологии и про метамодернизм. Я подумал, я тоже кое-что знаю про мета, в частности про метаматериалы. Я занимался ими в Датском техническом университете семь лет, как ученые. И вот о них, собственно, сегодня и поговорим. Но прежде всего я хотел бы вас спросить, нужны ли нам новые материалы, как вы считаете? Я вижу, некоторые кивают. А зачем нам нужны новые материалы? Стоит сказать, тут разные мнения звучат, но стоит сказать, что новые материалы нам нужны прежде всего потому, что ресурсов текущих материалов начинает не хватать. Да, действительно, какие-то элементы исчерпываются в земной коре, у каких-то просто высокая стоимость материалов. И из этой проблемы есть как минимум два решения. Первое, мы можем потреблять меньше. Это, конечно, очень хорошее решение по этому поводу. Многие страны идут по поводу вторичных, используют ресурсы, потребляют меньше. Однако, учитывая, что количество людей растет и аппетиты тоже растут, этот вариант имеет ограниченные перспективы. Второй вариант есть. Мы можем искать замену для материалов. И вот, что касается оптических материалов, как раз-таки эту проблему замены материалов решают метаматериалы. Итак, о чем же сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим с вами о том, что это такое и как они работают, кратко об их истории, об очень интересных научных идеях, связанных с ними, ну и о том, что ждет дальше метаматериалы. Само слово мета, греческое, это такая приставка, которая в многих научных словах встречается и чаще всего обозначает превращение либо обобщение. Вот в контексте метаматериалов мета означает как раз-таки обобщение, то есть обобщение понятия материал. И метафизика в названии этого доклада, она здесь подразумевается не в традиционном философском смысле, а мета это подчеркивает то, что это не просто материалы как замена тем, которые исчерпывают себя, либо тем, которые стоят дорого. А это создание новых материалов с совершенно новой физикой, с новыми свойствами, которых раньше никогда не было. Ну что ж, приступим. Как обычный материал состоит из атомов, так метаматериал состоит из метаатомов. Но эти самые метаатомы, они искусственно созданы человеком, и они могут быть достаточно большими, они в себе могут содержать десятки, сотни, тысячи, миллионы обычных природных атомов. Для того, чтобы нам с вами было легче дальше вести обсуждение, мы с вами немножко вспомним физику. Мы говорим про оптические метаматериалы, значит мы говорим про оптику, а оптика это свет. Но обычно, когда мы говорим про свет, вы представляете себе какие-то источники света, свечи, лампы, лазеры, светодиоды. А физик бы вам сказал, что свет это электромагнитная волна. Что такое электромагнитная волна? Ну сейчас мы с вами займемся немного физической активностью, насколько это позволяет сидение на местах. Попробуйте сделать правой рукой вот такое волнообразное движение в вертикальной плоскости. В вертикальной плоскости. Вот это у нас будет электрическое поле. Электрическое поле. А левой рукой волнообразное движение в горизонтальной плоскости. Вот это у нас будет магнитное поле. А теперь попытайтесь сделать эти два движения одновременно. И вертикальной правой, и горизонтальной левой. А теперь еще и воспространяться вперед. Вот это и есть электромагнитная волна. Так она себя ведет. Электрическое поле колеблется, магнитное поле колеблется, и вся вот эта вот штуковина распространяется в пространстве. Свет это электромагнитная волна. И это не просто волна какая-нибудь, а она мчится в вакууме с гигантской скоростью 300 тысяч километров в секунду. Хорошо. Значит, мы еще беседуем с вами про материалы. И мы с вами помним, что все материалы у нас состоят из атомов. А атом — это положительно заряженное ядро и отрицательно заряженное электронное облако. У них у всех есть электрический заряд. А раз у них есть электрический заряд, на них действует электрическое поле. Как соотносятся между собой по размерам свет и атомы? У света есть такой характерный параметр, называется длина волны. Это период ее, как быстро волна повторяет сама себя в пространстве. Так вот, у видимого света, голубого, примерно 500 нанометров длина волны, 5 на 10 минус 7. А обычные атомы, но они примерно в 5000 раз меньше. То есть на масштабах изменения световой волны атом — это ничто, маленькая точка. Для того, чтобы нам с вами обсудить, как взаимодействуют между собой свет и атом, мы обратимся к аналогии с морскими волнами. И в этой аналогии свет, электромагнитная волна, она аналогична морской волне, а атом аналогичен маленькому поплавку. Маленькому поплавку. И понятное дело, что поплавок, он, когда колеблется на поверхности воды, он сам может эти волны испускать. Точно так же и электронное облако, которое в атоме колеблется, оно тоже может испускать электромагнитные волны. Так вот, когда свет взаимодействует с атомом, то электронное облако, оно в электрическом поле притягивается в одну сторону, движется, а положительно заряженное ядро в другую сторону. И вот так вот это самое электронное облако в световой волне движется. Точно так же, как маленький поплавок движется вверх и вниз, когда проходит большая морская волна. А что происходит, когда свет взаимодействует не с одним атомом, а с большой кучей атомов, с веществом? Ну, например, со стеклом. Вот изначально из вакуума врывается такая вот маленькая световая волна, короткая, врывается в вещество, все атомы спокойные. У них там все улеглось, никакие электронные облака нигде не колеблются. И вот она с бешеной скоростью 300 тысяч километров в секунду врывается в вещество и начинает раскачивать атомы. Понятное дело, что у нее энергия теряется, пока она их раскачивает, волна все глохнет и глохнет, но каждый атом раскачанный, он как маленький поплавок начинает колебаться и сам запускать свои волны. И вот все вот эти вот вторичные волны, которые испускают наши маленькие атомы-поплавки, они складываются друг с другом, и по веществу путешествует волна, ну вот эта вот совокупная новая волна, и путешествует она с более медленной скоростью, 200 тысяч километров в секунду, например, в случае стекла. И вот этот вот коэффициент, который показывает, во сколько же раз медленнее в веществе, чем в вакууме путешествует, называется показатель преломления. Вот в стекле он равен примерно полтора. Вы скажете, ну раз это показывает нам, во сколько раз замедлилась волна, то логично было бы его назвать показателем замедления. Действительно, абсолютно верно, это было бы очень логично, но так исторически сложилось, что впервые обнаружили этот показатель преломления, изучая преломление света на границах, и он как раз в закон преломления вот так вот входит. Вот здесь вы видите традиционную картинку преломления светового луча, световой волны на границе между воздухом и стеклом, например. Да, очень важный вопрос. Вот мы говорили, что атомы, они намного меньше, чем длина волны, и это имеет очень важный большой смысл. Вот представляете, если бы нам, физикам, пришлось бы решать уравнение движения этого колебания и спускания волн для каждого атома, с которым взаимодействует световая волна. В одном кубическом сантиметре вещества примерно где-то 10 в 22-й, 10 в 23-й степени атомов. И если бы мы начали решать уравнение для каждого атома, у нас бы не хватило ни жизни, ни компьютеров, вообще ничего. Но это не нужно делать, потому что свет, вот эта вот длинная, большая электромагнитная волна, она не чувствует каждого отдельного атома. Она ощущает все вещество целиком. Ну, как все равно размазанное такое желе по пространству. И нам гораздо легче решать уравнение. Нам нужен всего лишь один показатель преломления, а не знать про эти все несчетные миллиарды миллиардов атомов. А когда свет почувствует неоднородность? Вот представьте, что мы начинаем атомы каким-то образом раздувать. Ну, понятное дело, что физически мы не можем это делать, но мы можем собирать атомы в кучки, делать из них такие вот кластеры. Так вот оказывается, что когда размер вот такой вот кучки, такого вот атома порядка четверти длины волны, то свет уже отлично чувствует, что что-то внутри есть, что-то внутри неоднородное. И, например, если вы возьмете стеклянные шарики такого размера, абсолютно чистые, абсолютно прозрачные стеклянные шарики, и насыпите их в вакууме, абсолютно чистом прозрачном вакууме, то окажется, что свет через такую среду вообще распространяться не сможет. Это называется фотонным кристаллом. Это все из-за того, что атомы становятся сравнимы с длиной волны. Так вот, если у нас атомы, вот это такая условная граница, четверть длины волны, вот если у нас атомы или искусственно созданные эти кучки атомов меньше, чем четверть длины волны, а лучше намного меньше, чем четверть длины волны, мы считаем, что свет ощущает это вещество в целом и не чувствует, что там есть внутри что-то отдельное. И это и есть концепция метаматериалов. Мы делаем атомы искусственно, они сложные, у них может быть какая-то очень странная геометрическая конфигурация, а свет все еще не чувствует того, что это не отдельные атомы, а вещество в целом. Немножко об истории метаматериалов. Вообще, хотя сама тема метаматериалов достаточно свежая, все началось в начале 21 века, но похожими вещами люди занимались достаточно давно. Вот, например, в 40-е и 60-е активно изучали так называемые искусственные диэлектрики. Фактически это были прототипы, первые метаматериалы. Тогда никто так не называл. А в 70-е и 90-е очень популярны были изучения вот таких вот тонких поверхностей. Сейчас эти штуки называют метаповерхности, а тогда это называли частотно-селективные поверхности. И в частности при помощи таких вот штук можно реализовать технологию стелс. Если вы покроете свой корабль или самолет таким вот тонким покрытием, структурированным, со всякими там крестиками, прорезями, дырочками, то волны радара могут не отражаться от этого объекта, и радар не будет видеть, что там присутствует самолет. Но чтобы поговорить о современной волне интереса к метаматериалам, стоит начать с статьи 67-го года советского физика Виктора Веселага, который в журнале «Успехи физических наук» опубликовал такую вот теоретическую небольшую статью. Он предположил, давайте посмотрим, что бы было, если бы существовали вещества с отрицательным показателем преломления. Ну и рассмотрел там разные решения, как себя там волны будут вести в таких веществах. Но статья никакого особо интереса не вызвала тогда. Почему? Потому что таких веществ с отрицательным показателем преломления в природе не существует. Их никто никогда не видел. В чем заключается сложность? Опять немножко формул. Значит, у вещества есть две характеристики. Поскольку свет — это электромагнитная волна, то нас интересует, как вещество взаимодействует с электрическим полем и с магнитным полем. Так вот, за электрическое поле, за электрические свойства отвечает вот такая величина — диэлектрическая проницаемость. Эпсилон ее называют. Если вы создадите где-то в пространстве электрическое поле, а потом внутрь внесете кусок вещества, то обычно электрическое поле внутри вещества меньше. Ну, по крайней мере, в диэлектриках. И вот этот коэффициент, который показывает, а во сколько раз оно меньше стало, называется диэлектрическая проницаемость. Очень похоже с магнитными свойствами. Вы помещаете кусок вещества в магнитное поле. Там внутри поле, например, выросло. И вот этот коэффициент, который показывает, во сколько же раз оно выросло, — это магнитная проницаемость. Это все вот эти два коэффициента, эпсилон и мю, они описывают электрические и магнитные свойства вещества. И самое главное, что показатель преломления, это то, что нас интересует в контексте отрицательного показателя преломления, он связан с ними такой простой формулой, квадратным корнем из их произведения. Так вот, оказывается, что для того, чтобы у нас был в веществе отрицательный показатель преломления, необходимо, чтобы одновременно и диэлектрическая проницаемость, и магнитная проницаемость были отрицательными. Что у нас есть в природе? Ну а в оптике эпсилон диэлектрическая проницаемость у диэлектриков обычно где-то от 1 до 16, а у металлов меньше нуля. Ну замечательно, вы скажете, вот нам нужно меньше нуля, уже у нас диэлектрическая проницаемость есть меньше нуля, но проблема в том, что практически никакие вещества, практически никаких магнитных свойств в оптическом диапазоне не проявляют, и мю практически строго равно единице. Ну в результате имеем показатель преломления от 1 до 4, и у металлов отрицательный эпсилон. Все, все, что есть. Ну и все, конечно, посмотрели, сказали, ну да, забавная статья, отрицательный показатель преломления, никто такого никогда не видел, положим в архив. А в 1999 году Джон Пендри в Великобритании, он предложил метаматериал, собранный из вот таких вот цилиндриков с прорезью боковой, или, если сбоку смотреть, вот таких колечек с прорезью, и показал, что вот в такой вот штуковине, если мы таких цилиндров много насобираем, то тут может возникнуть отрицательные магнитные свойства, отрицательная магнитная проницаемость. Это связано с тем, что в таких вот штуках, как в резонансном контуре, можно возбуждать очень сильный резонанс, и вот вблизи этого резонанса где-то отрицательное мю и будет. И это был просто взрыв. Тут же в Соединенных Штатах Дэвид Смит говорит, о, ребята, мы получили, наконец, отрицательный магнетизм, а давайте мы сейчас совместим вот эти вот кусочки, которые дают нам отрицательные магнитные свойства, с металлической сеткой. Ну, это почти то же самое, что металл, но так разбавленный чуть-чуть металл. С металлической сеткой с отрицательным эпсилон, и получим отрицательный показатель преломления. Вот что-то вроде такого. Они сначала публикуют теоретическую статью, тут же быстро изготавливают эту штуковину, проверяют. Да, действительно, отрицательный показатель преломления есть. И это было начало метаматериального бума. Это стало очень модным направлением. Туда хлынула куча людей, денег, новые идеи. И больше всего вдохновило ученых не только то, что мы можем отрицательный показатель преломления получить, но и то, что мы можем инженерным способом, создавая разные вот эти вот маленькие структурки, метаатомы, мы можем получать в принципе любые значения для диэлектрической, магнитной проницаемости, для показателя преломления, любые оптические свойства. Какие интересные идеи из этого выросли? А, вот здесь вы можете увидеть, какое разнообразие вообще различных метаматериалов было предложено. И это только небольшой перечень. Это и разные сетки, и какие-то подковки, спиральки, колечки, дырочки, шарики. В общем, много всего с совершенно экзотическими свойствами. Какие интересные эффекты? Вот смотрите, вот это то, как происходит традиционно преломление, если свет падает из положительного вещества в положительное вещество. А если у нас тут отрицательный показатель преломления, то мы должны поменять знак в законе, у нас будет другой знак в законе преломления, и свет будет преломляться в другую сторону. Ну и, например, если традиционная призма преломляет лучи вот таким вот образом, то в призме с отрицательным показателем преломления лучи будут преломляться в другую сторону. Соломинка в стакане с водой обычно выглядит вот таким образом, а вот если бы у нас была не вода, а жидкость с отрицательным показателем преломления, то это выглядело бы примерно вот так. Ну, забавно, но не более того. Интереснее становится, когда мы рассматриваем слой такого вещества, просто плоский слой вещества. Вот если у вас лучи выходят из какой-то точки, например, маленький светящийся объект, и дальше путешествуют. Когда они проходят через слой с положительным показателем преломления, они сначала расходятся, потом чуть меньше расходятся, потом расходятся дальше. Ну, собственно, ничего интересного не происходит. Но совсем другое дело, если мы возьмем с вами слой с отрицательным показателем преломления. Лучи расходятся в разные стороны, но на границе они по закону преломления обязаны испытать преломление в противоположную сторону, и внутри материала они сходятся опять в точку, как говорят оптики, в фокус. Они начинают расходиться дальше, доходят до другой границы, но и опять нужно преломиться, и опять по закону преломления в обратную сторону, и они с другой стороны опять сходятся в точку. Получается, что вот такой обычный плоско-параллельный слой работает как линза, Да не просто как линза, а линза, в которой лучи сходятся два раза в фокусе, внутри и снаружи. Такого ни с одним положительным веществом не происходит. Тот же самый Джон Пендри показал, что не просто лучи сходятся, как при помощи линзы в точку, в фокусе, а оказывается, при помощи такой суперлинзы из вещества с отрицательным показателем преломления можно с другой стороны получить абсолютно точное изображение объекта со всеми мельчайшими деталями. Если вы когда-нибудь глядели в микроскоп, вы могли заметить, что самые маленькие предметы там не видны. Самые маленькие предметы обычно видны как кружочки, такие расплывчатые. А вот получается, что если бы у нас была суперлинза из отрицательного показателя преломления, то мы могли полностью, абсолютно четко передать картинку с другой стороны. На практике не все так хорошо получилось. Эти самые вещества с отрицательным показателем преломления оказалось очень сложно изготовить. А если даже изготовили, то там еще куча всяких физических ограничений. Ничего толком не получилось с суперлинзой. Зато пока ее искали, набрели на другую концепцию, так называемой гиперлинзы. Гипер она называется не потому, что она лучше, чем супер, а потому что она сделана из веществ с так называемой гиперболической дисперсией. На практике это обычно такие тоненькие слои металл-диэлектрик, металл-диэлектрик или тоненькие проводки. Так вот оказалось, что такая вот гиперлинза, она два близких объекта маленьких, она не просто может передать на другую сторону, как суперлинза, а она их может еще увеличить, а дальше мы уже можем подхватить изображение обычными традиционными микроскопами. И вот эта штука экспериментально работает отлично. И возможно, что будут такие специальные приставки для микроскопов, вот эти гиперприставки для микроскопов, которые улучшают их. Еще один раздел, который возник на границе между метаматериалами оптикой и общей теорией относительности. Идея очень интересная, так называемая трансформационная оптика. В пустом пространстве в вакууме свет распространяется по прямым линиям, световые лучи. Это кратчайший путь. Свет распространяется по кратчайшему пути. Если мы с вами изогнули бы пространство в геометрическом смысле, то свет тоже старается распространяться по наикратчайшим линиям, однако в изогнутом пространстве они для внешнего наблюдателя выглядят как изогнутые линии. А теперь вы говорите, ага, замечательно. Я знаю, как я хочу, чтобы свет распространялся. Вот, например, по такой изогнутой траектории. Я не могу получить изогнутое тут пространство. Я не могу здесь напихать черных дыр, которые бы мне его изогнули. Но зато я могу неоднородно распределить свои электрические и магнитные свойства в веществе. И используя математику, теорию относительности, по формулам легко посчитать, как необходимо распределить электрические и магнитные свойства для того, чтобы лучи в обычном неизогнутом пространстве двигались по тем изогнутым траекториям, которые вы хотите. Вот такая вот идея. И если вы видели когда-нибудь в популярных новостях, ученые изобрели плащ невиде, как раз-таки об этом. Вы, например, хотите спрятать какой-то объект, и вы говорите, ага, я его окружу вокруг такой вот шубой из метаматериала и распределю там электрические и магнитные свойства так, чтобы лучи, которые идут, они его огибали со всех сторон и выходили с другой стороны, не врезаясь в объект. А раз не врезаются, то никто снаружи и не заметит, что вы что-то спрятали там. Это, конечно, картинка фейка, это не настоящая. Но сама концепция интересна, какие-то прототипы показывали, и теоретически, и экспериментально. Однако оказалось, что гораздо легче и удобнее создавать не плащ-невидимку, а коврик-невидимку. Идея такая, если у вас есть зеркало, на нем лежит объект, вы его освещаете, он в разные стороны свет рассеивает. А вот вы теперь говорите, а давайте-ка мы его накроем таким вот ковриком из метаматериала, и свет, входящий вот в этот коврик, изогнется и выйдет с другой стороны так, как будто ни вот этого спрятанного объекта, ни самой вот этого вот коврика, как будто его нет. И внешний наблюдатель ничего не увидит, увидит просто зеркало. Ну вы мне скажете, конечно, ну здравствуйте вам, как будто мы очень часто хотим спрятать какой-то объект на зеркале. В оптике может быть, но оказывается, что для радиоволн, для радаров обычная мокрая земля – замечательное зеркало. Если вы хотите спрятать танк, например, то это замечательный способ накрыть его сверху таким вот ковриком-невидимкой. Что еще? Ах, да мало того, метаматериалы позволяют нам не просто коврики-невидимки создавать, они нам позволяют создавать голограммы. Если вы свою, например, боевую подводную лодку накройте такой вот шубой, щитом из метаматериала, то пролетающий сверху самолет и его радар увидят не боевую подводную лодку, а вот такую совершенно безобидную, добрую, желтую подводную. Вот такие вот, и это только небольшой перечень того, что позволяют делать метаматериалы. Но что же касается метаматериалов в реальной жизни? С точки зрения науки у метаматериалов была очень хорошая такая мета-роль. Они объединили в себе ученых из разных областей. Получилось очень интересно. Хотя люди из оптики, из радиоволн, они занимаются очень похожими вещами. Они решают одни и те же уравнения. Однако так исторически получилось, что они не очень дружат между собой. Они изобрели разные языки. Одни говорят про какие-то емкости индуктивности, другие говорят про волны лучи. И даже мнимую единицу в своих уравнениях одни называют и, а вторые называют минус джей. Так вот, они объединились в общем порыве в метаматериалах. Они научились находить общий язык, стали понимать друг друга. Ну и кроме того, надо же это все изготавливать. Помните, я вам говорил, длина волны световая 500 нанометров. А для метаматериалов метаатомы должны быть меньше, чем четверо длины волны. Ну скажем, 100 нанометров. Тут уж никак без нанотехнологий. Сразу тут подключились люди из материаловедения, из микро- и нанофабрикации. Ну такая, в общем, очень объемная отрасль получилась, которая объединяет в себе, интегрирует разные науки. Кстати, метаматериалами и в Беларуси занимаются, насколько мне известно, в Минске, в БГУ, в Академии наук и в Гомеле. Что же вы мне скажете? Ну замечательно, эти все научные идеи, это там все хорошо. А что до реальной жизни-то? Польза-то есть хоть какая? Начали появляться фирмы, компании, пару лет назад, которые производят что-то полезное с метаматериалами. Вот одна компания, например, МТИ, Metamaterial Technologies Incorporated. Они делают фильтры при помощи метаматериалов. Фильтр — это какая-то штуковина, которая часть длин волн, например, красный и синий пропускает, а какие-то волны не пропускает. Ну, например, зеленые. Отражает их назад. Для чего это может быть полезно? Ну вообще, фильтры-то оптические, их изготавливали достаточно давно. Любая стекляшка цветная — это фильтр своего рода. Но обычно фильтры, они дорогие или тяжелые, а вот с метаматериалами их можно делать тоненькими очень. Все вы, наверное, слыхали эти трагические истории о том, как ослепляют пилотов самолетов при помощи мощных лазерных указок. Да, действительно, мощные указки сейчас в свободном доступе. Практически каждый может их купить. И как бы было бы здорово, чтобы такое предотвращать, покрыть стекло самолета покрытием, которое бы все пропускало, ну кроме вот этой вот зеленого света этих лазерных указок. И вот МТИ как раз-таки такую штуку и делают, разрабатывают, у них уже есть хорошо работающие прототипы. Вы практически все видите через эту пленку, но она не пропускает зеленый свет именно лазера, именно на той длине волны, которую указки создают. Еще один пример. Несколько компаний занимаются компактными перестраиваемыми антеннами и радарами. Ну вот представьте, что у вас есть такое вот устройство размером со смартфон. Вы его к своему смартфону подключаете и быстро сканируете. Нет ли вокруг каких-то затаившихся дронов, которые сидят в кронных деревьях и за вами подсматривают. Ну вот такое применение может быть. Еще Глюковайс разрабатывают с метаматериалами маленькие неинвазивные глюкометры. Если вы слыхали про сахарный диабет, вы, наверное, знаете, что приходится контролировать уровень сахара в крови несколько раз в день больным. А вот это был бы неинвазивный глюкометр, и не нужно было бы дырявить свою кожу. Можно было бы вот так. И они обещают первый прототип в 2018 году. Есть еще другие идеи, что можно сделать с помощью метаматериалов. Обещают, что светодиоды будут светить ярче, солнечные батареи будут работать эффективнее, а голограммы для ценных бумаг будут надежнее. Что ждет сами метаматериалы дальше? Стало понятно достаточно скоро, после того, как люди насытились, скажем, основными идеями в оптических метаматериалах, что в принципе эти идеи из оптических метаматериалов применимы к любым разделам физики, в которых есть волны. Они есть в акустике, звуковые волны, морские волны, квантовые волны материи, механические всякие штуки. И метаматериалы сейчас активно развиваются и вот в эти вот области тоже. Как вот небольшой пример, такое устройство, дверная ручка, напечатанная на 3D-принтере, как цельный кусок пластмассы, фактически пластмасска с дырочками, но которая работает как дверной замок. Если вы нажимаете на ручку, то язычок, там внутри дырки переструктурируется так, что язычок выходит, и вы можете открыть дверь. Хотя тут волн никаких нет, но это тоже называют уже механическими метаматериалами. И если изначально понимание метаматериалов было очень узкое, только оптика, только электромагнетизм и структуры, которые дают свойства, невиданные доселе в природе, то теперь концепция метаматериалов поменялась. Теперь под ними понимают любые искусственно созданные материалы со свойствами на заказ. Электрическими, оптическими, магнитными, механическими, тепловыми, какими угодно. Я благодарю вас за внимание и буду рад ответить на ваши вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...